Певец обратился в Министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство страны. Об этом 20 августа сообщила Georgia News Agency. А затем в интервью радиостанции «Говорит Москва» подтвердил и сам певец. При этом Меладзе подчеркнул, что он не собирается отказываться от гражданства России. Почему это, собственно, инфошум? Потому что решение получить грузинское гражданство – это личное дело Валерия Меладзе. И оно точно не является новостью. С 15 августа в Грузии начали действовать поправки, которые позволяют вернуть гражданство тем, кто потерял его при получении паспорта другой страны. И вполне логично, что родившийся в Батуми Меладзе решил воспользоваться этим правом. Тем не менее, больше сотни российских СМИ, очевидно, на фоне непростых отношений между Россией и Грузией, превратили обращение Меладзе в целое событие. А некоторые издания даже обвинили его в предательстве. Кроме этого, уже по классической отработанной схеме инфошума, журналисты Пятого канала, например, решили спросить, что думает о новом гражданстве Меладзе певец Юрий Лоза. А издание «Политэксперт» обратилось к депутату Виталию Милонову. Оба эти эксперты, конечно, не имеют к Меладзе никакого отношения. Экспресс-газета и вовсе вынесла в заголовок, вырванную из контекста цитату певца и актера Вахтанга Кигабидзе. Зачем ему это? Вот этот цитат он якобы осуждает Меладзе. Хотя на самом деле Кигабидзе ответил, что не знает, зачем его коллеги гражданства Грузии, и просто посоветовал журналистам обратиться с этим вопросом к нему самому. В итоге Меладзе пришлось оправдываться и объяснять, почему он решил получить грузинский паспорт. Певец подчеркнул, что его действия, цитата, не противоречат законодательствам в России и Грузии и не наносит никому морального ущерба. Хотя непонятно, почему ему пришлось оправдываться, ведь это и так было очевидно, причем очевидно с самого начала. Признаюсь честно нашим зрителям, что рубрика «Инфошум» – это один из самых любимых эпизодов во всем сквозном эфире для меня. Надеюсь, что и для вас тоже, и для Карины Махудиновой, руководителя видеоотдела «РТВ» тоже. А потому с радостью сообщаю вам, что еще больше «Инфошума» на нашем сайте www.rtv.com. Заходите и наслаждайтесь тем, как некоторые наши коллеги сильно преувеличивают значимость событий или заявлений.